всем привет с вами ted сегодня мы поговорим о том как увеличить ваше пм что он дает вообще все про пм а пм это количество действий в минуту и очень важно самого начала как только вы задались вопросом меня маленькие пм мне нужно его поднять понять что а пм это показатель и он показывает количество действий в минуту которая вы делаете сейчас мы видим билд 3 гейт призма за протаса да то есть у нас и гейта нас роба мы отправляем призму и посмотрите 12 сталкеров по таймингу 410 412 на 412 хотя я рекомендую всем в 430 успевать делать написать 412 вам кажется наверное сейчас блин наверное он своим сумасшедшим и племом смог сделать это вот в 410 но мне с моими там 180 50 пм она никогда не повторить этот билд ну я прям уверен что вот большинство так и думают часто говорят давайте посмотрим сколько пм а нужно на этот билд сколько пм у меня ушло на то чтобы 12 сталкеров на призме сделать в 410 36 36 а пм а понимаете да это после до варпа вообще вот видите 32 средний вот это нужно сразу понять что а пм чтобы его поднять вы должны лучше знать свой билд и знать что вы можете делать чтобы построить вот этот билд посмотрите что у меня понадобилось вообще вот если так подумать что вам нужно вам нужно построить раз здание 2 здания на давайте где-то сюда отмотаем что прям все знать то есть просто вот по количеству солдатик вам нужно сделать 12 солдатиков 13 солдатик призма вам нужно построить раз два три 4 5 зданий это пилоны раз два три 4 5 зданий это технологии все плюс гейты то есть 10 11 12 зданий и всего рабочих у вас 22 то есть 10 рабочих 10 рабочих 12 зданий 12 солдатиков раз это все что нужно сделать это делается вот вот так вот то есть мы просто просто строим без перерыва рабочих ставим когда есть возможность пилон кидаем вовремя бусты и ставим газы это все не требует апм понимаете да то есть это буквально одно два действия на каждое на каждое из этих и получается что за четыре минуты действительно мы делаем вот если каждое действие возьмем среднем там 30 действий минуту не больше то есть вот 40 апм и хватает на то чтобы этот билд сделать супер идеально и как же нам поднять апм и зачем то есть апм когда он повышается заметьте пока мы все строим в принципе то есть вся постройка занимает нас 30 апм а как я уже говорил своих тестах в целом когда вы играете в две базы это будет уже где-то 60 апм а потому что вам надо в два раза больше пробок строите два раза больше солдатиков варпать и как бы действия дополняются и вы должны просто знать свой билд который вы играете и знать где вы можете чем управлять потому что когда апм начинает расти когда вы начинаете делать действия юнитами да то есть дайте любому парню из бронзы у которого 20 апм а который вот просто сидит играет 20 апм а но как только он выходит в атаку кучей там солдатиков он начинает жать а клик он начинает двигаться и вот отсюда и растет апм да то есть отсюда появляется действие которое он делает вот поэтому чтобы поднять апм нужно всего-то навсего знать где как кем управлять на то есть вот этот билл сделанный с 34 апм а потому что это просто билд но давайте я еще раз повторю и просто-напросто покажу откуда прямо является да то есть я самого начала знаю что чтобы меня больше было минерала мне нужно распределять рабочих и вот в эту минуту в первую я буду распределять рабочих я буду тратить на это действие да отсюда у меня родится апм как бы в первую минуту вам не нужно поднимать апм тем что вы сидите выделяете вот так вот и рабов 300 тысяч раз на что вы прожимаете 1 2 3 4 1 2 1 2 вообще вот самое такое жесткая то есть вы должны знать что вы можете делать в течение каждого времени сейчас я попробую вам сделать билд озвучу какие действия делаю дополнительно они будут они не будут решать на сто процентов но они помогают естественно потому что их 10 делают уже все игроки на высоком уровне вот в начале распределение рабов правильный роли поинт следим за рабочими создали контрольную группу вот начинает выходить рабочий сейчас его надо будет взять и вот поджать сюда теперь вот этот сюда этот пилон и возвращаем меняем роли поинт потому что там уже застакались вот то есть не застакались меняем опять роли поинт сделаем так чтобы он не сбежал собираемся делать роли поинт на то чтобы поставить гейт будем делать буст заметки я пока ничего не перекликиваю ничего лишнего сразу же делаем гейт отправляем делаем контрольную группу на гейт и роли поинт на то есть за этот момент я тело роли поинт перенаправил раба что-то на 5 не сбился поставил газ отправил опять застакаться раба то что на этом минеральчике у нас один отправляем роли поинт на другой следим тут все хорошо и отправляем на газ делаем разведку на то есть вот моя прям сейчас разведка так как меня никто не фото нет я отправляю роли поинт ставлю и делаю буст сразу же гейт отправляют делаю новую контрольную группу на гейты почему почему я все сделал два раза контрольную группу да вы скажете а зачем ты первый гейт делал контрольную группу ты смог подождать пока 2 построишь и сделать два также типа мне надо на один раз меньше создать контрольную группу да абсолютно верно но если вас фото нет вам нужен первый гейт на контрольной группе поэтому привычка поставил здание добавил в контролку варпанул юнита либо юнит вышел добавил в контролку это базовая привычка базовая механика вот поэтому она у меня вот точно все у меня вышел юнит он сразу появляется контрольной группе потому что что такое контрольная группа. Это группа, которую вы контролируете. Меняем роллипоинт. Проверили разведку. Поехали на разведку. Все, фотонки посмотрели. Гейты, роллипоинт. Проверили. Все хорошо. То есть, понимаете, да? Сейчас я думаю о разведке. Я про нее подумал. Перепроверил себя. То есть, для этого я нажал троечку. Проверил, что на гейтах роллипоинт стоит. И все как бы дальше окей. Вот. Подготовили пробочку. Закинули. Кибернетку поставили. Готовимся пилон. Проверяем. Разведку посмотрел. Посмотрел Nexus. Поставил пилон. Отправил. Посмотрел разведку. Nexus разведка. Nexus разведка. Что я делаю? Я смотрю. Да? То есть, вот этим перекликом я проверяю разведку, чтобы видеть ее на экране. Да? Я сейчас вижу в центре экран свою разведку. Если какая-то пробочка будет через нее промелькивать, я ее замечу с большей вероятностью, чем если бы я пялил только на миникарту, параллельно отвлекаясь как бы на поставить газ или еще что-то. Вот. Проверяем количество газов. Все окей. Сейчас меняем на второй газ. Проверяем разведку. Вот. Разведка. Прокинули. Тут что-то опасное. Убежали. Подконтролили ее. Проверили гейты опять. Все. Здесь у нас все окей. Отправили разведку по-другому контролить. Делаем два сталкера. Варп. Делаем пилон. Отправляем рабочего. Подстакиваем рабочего, чтобы он не ушел. Вот. Разведкой немножко прячемся. Ходим. Да? Вот. Проверяем опять разведку, чтобы ее не нашли. Ставим на патруль. Проверяем разведку. Готовимся. Готовимся. Сейчас выйдут два сталкера. И зачем нам два сталкера? Они могут контролировать карту. Вот как раз таки, если вы делаете билд, сразу делаем буст, естественно, и вы не контролируете карту, у вас беда. Все, сталкеры пошли. Вот я контролю, да? То есть я иду, там, смотрю прокси одним. Смотрю прокси вторым. Заказываю в это время роба и гейт еще один. Добавляю в контрольную группу. Ставлю реллипойнты заранее. Добавляю разведкой, потому что ее не спалили прокси пилон. Сталкеры не находят прокси. Возвращаются назад. Два новых выходят. Два новых заказано. И вот эти вот как раз контроль юнитов он добавляет АПМ. Вот. То есть эти все собираются в кучу. Реллипойнты меняем в атаку. Собрались кучу. Переконтролили. Вот. Все. Пошли в атаку. Добавляем батарейку, чтобы не умирать. Там от ороков, например. Ждем. Ждем, ждем, ждем. Разведка четко смотрит, например, вперед. Вот. И в таком темпе мы валим, валим, разведка такая. Хопа, ничего не находит. Отходит назад. Выходит еще два сталкера. Не забываем бустануть призма, обсервер. Сталкеров добавить в контрольную группу. И все. Вы продолжаете контролировать. Вот более агрессивная версия билда. Там я просто пришел. То есть стоял, стоял, пришел. Здесь я хожу. Я вот еще как бы замес не начался. Мы уже микроконтроль включили. Мы уже доделаем варпы. И к моменту, когда призма прилетит, мы уже нанесли какой-то урон. То есть вот вся разница, да? Или вы сидите дома и ничего не делаете, или вы постоянно что-то подконтроливаете. Не забывайте, конечно же, вставить пилоны. И вот отсюда рождается АПМ. Вот отсюда появляется АПМ. Смотрим, да? Смотрите. То есть еще замес не начался. У меня уже эти... Ну, какие-то уроны. Там, к вину убил, еще что-то. Вот. Дожидаем сейчас. Опа. Все готово. Призма Аль 2. Призма полетела. И все. И контроль юнитов, контроль юнитов, контроль юнитов. Чем лучше вы контролируете, тем больше у вас АПМ. То есть вот этот билд уже будет точно такой же, но он будет сыгран там 180 АПМа, к примеру. Игроки, которые привыкли играть много в макро и хорошо в макро, скажем так, у них в лейте намного больше действий нужно делать, и поэтому у них АПМ может быть еще выше какой-то зашкаливать прям местами может. Вот. То есть до варпы, шифты, добавление в контрольные группы. Добавление в контрольные группы добавляет АПМ. Альт добавляет АПМ, да? То есть понажимали Альт, добавили АПМ. И сколько у нас ушло вот на вот этот билд АПМа? Да, давайте посмотрим. То есть мы заходим в АПМ и вот на такую версию это 202 АПМа. Вот. Это не сверх много, но это в целом вот тот АПМ, который реально юзабельный. В статистике ЕПМ будет половина обычно, чуть больше половины. Значит вы все делаете хорошо, а не просто жмякаете 1, 2, 3, 4. Большинство ваших действий это реально какой-то контроль. Вот собственно такой мини-гайд. С вами был Тет. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписаться, кинуть лайк, поставить колокольчик. Спасибо всем. До новых встреч.